Счастлив тот, кому знаком вкус только что пойманной и тут же приготовленной морской ракушки. Жить у моря вкусно и этим счастьем хочется делиться. Именно поэтому в Приморской столице родилось яркое событие – фестиваль Мидий. Для тех, кто знает море на вкус и тех, кто готов к новым открытиям местной кухни. Вся эта история с нашими фестивалями – это уникальный для России пример коллективного маркетинга. Когда у нас нет одного крупного спонсора, который покрывает все расходы. Мы, как туристический союз, мы не коммерческая организация. И бюджет фестиваля, он формируется из небольших взносов участников. Движение есть и люди готовы объединяться, чтобы развивать дальневосточную кухню. Свежая приморская Мидия уникальна на вкус. Из-за состава морской воды здешние Мидии содержат больше йода и минеральных солей и своими вкусовыми качествами способны покорить самых требовательных гурманов. Все моллюски, которые попадают в рестораны в эти фестивальные дни, выращены на ферме, расположенной в бухте Русского острова. Каждое заведение подает моллюск по-своему. Су-шеф одного из владивостокских кафе Алексей своим посетителям предлагает три вида блюд. В нежном масле и в ароматных соусах Мидии великолепны сами по себе. Классический рецепт Мидии в томатном соусе. Также Су-шеф делает Мидии немного в необычном соусе – песто, с добавлением сливочного масла, с чесноком и зеленью. По его словам, блюдо получается очень пикантным и интересным. Также в этом году решили сделать Мидии в сливочном соусе, который подчеркивает вкус моллюска. Это было придумано буквально за две минуты дома. Дома стояли остатки плавленого сыра, сливки. И я решил сделать такую вариацию соуса с добавлением ревчатого лука, чеснока. Все остались в восторге. И дома я готовлю также. Организаторы фестиваля не ограничивают фантазию шеф-поваров. Единственное правило – медийная порция должна быть весом не меньше полукилограмма, а стоимостью не больше 300 рублей. В ресторанах отмечается ажиотажный спрос на фестивальное предложение. Поставщики работают на износ и едва успевают обеспечить возросший спрос на моллюсков. А в ресторанах Владивостока наблюдается нашествие посетителей. Честно, не ожидали такого ажиотажа. Фестиваль мы запустили в 9 утра и ровно в 7 вечера начались заказы. И буквально в первый вечер мы продали почти 40 килограмм медий. И на следующий день люди уже шли целенаправленно на этот фестиваль. Даты фестиваля выбраны не случайно. В это время приморская мидия – самая вкусная и полезная. В первой половине мая моллюск готовится к нересту, набирает вес и становится особенно богат микроэлементами, минералами, витаминами группы В и аминокислотами. Фестиваль мидии, как и фестивали наваги, тайги, гребешка и корешки, стали частью годового календаря событий дальневосточной кухни. Сегодня рестораторы Приморья проявляют большой интерес к местным продуктам. Все чаще такие блюда включают в основное меню, а приморские кулинары участвуют в гастрономических фестивалях с уверенностью, что перспективы колоссальные, туристов с каждым годом все больше. А как узнать регион, не попробовав его на вкус? С большим удовольствием и знанием дела присоединяются к вкусным событиям и сами приморцы. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный, Новости на Восьмом.